Судяющий Зейтунг, Германия, постараемся добиться самого лучшего. Зильки-бегальки. Судяющий Зейтунг, Германия. 30 января 2020 года. По этой дорожке к могиле неизвестного солдата часто ходят главы иностранных государств во время посещения Москвы. В среду по ней прошелся премьер-министр федеральной земли Баварии Маркус Зьодер, Маркус Садер, чтобы возложить венок. Он поправил бело-голубую ленту, постоял молча перед красной стеной, окружающей Кремль. Через несколько часов ему предстояло попасть и на ее противоположную сторону и встретиться с президентом России, впервые. У него был четкий план в отношении переговоров. В том, что Владимир Путин находит время для встречи с главами немецких земель, нет ничего необычного, особенно если речь идет о премьер-министре экономически мощной Баварии. Зьодер решил действовать иначе, чем его предшественники, и не заниматься побочной внешней политикой. То есть он не хотел говорить Путину по поводу спорных вопросов Германа российских отношений что-то отличное от того, что ему могли бы сказать канцлеры глава МИД Германии. В первую очередь, Зьодер собирался обсудить конфликт, который напрямую затрагивает не Баварию, а Берлин, убийство гражданина Грузии в берлинском парке Малой Тергартен. Немецкая прокуратура подозревает, что заказчиками покушения были российские или чеченские власти. Правительство Германии выслало двух российских дипломатов, потому что Москва отказывается сотрудничать в рамках расследования преступления. Как сказал Зьодер после встречи, он трижды поднимал этот вопрос, и однажды президент кивнул в ответ. В остальном же никакой примечательной реакции на это, по его словам, не последовало. В целом, Зьодер назвал свой получасовой разговор с Путиным заинтересованным и открытым. При этом ему представилась возможность немного похвастаться баварской экономикой, в частности, достижениями в области высоких технологий. По его словам, российская сторона проявила интерес в дальнейшей активизации сотрудничества, в том числе за рамками санкций. Кроме того, Зьодер не применил поддержать линию Берлина, который настаивает на том, что антироссийские санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока на востоке Украины не наступит мир. «Было неоднократно сказано, что мир такой, какой есть», — поведал Зьодер после встречи. «Мы не можем его изменить, но стараемся добиться самого лучшего». «Эта расхожая мудрость звучит сомнительно, если произносится в присутствии российского президента, который способен изменить очень многое». Зьодер хочет показать, что возможен экономический прогресс, если Путин изменит свою политику. Ранее Москву посещал Хорст Зейхафер, Хорст Зейхафер, 4-3 года назад. Тогда Путин не пожалел о том, что пригласил его. В 2016 году тогдашний глава правительства Баварии поставил под сомнение целесообразность санкций ЕС, отклонившись от линии канцлера Меркель. Тогда вместе с ним в Москву приехал и его предшественник Эдмунд Штойбер. Эдмунд Штойбер, который, находясь на этом посту, неоднократно встречался с Путиным. В Кремле Штойбера до сих пор считают своим сторонником, равно как и Матасе Плацека, Матас Платзичк, бывшего премьер-министра Бранденбурга, ныне занимающего пост председателя Германа Российского форума. Так что Путин знает, что контакты с представителями федеральных земель Германии могут быть весьма полезными и способствовать его отношениям с Берлином. Позицию последнего он и так знает. Например, в июне он в ходе Петербургского экономического форума встречался не с министром экономики Германии Петером Альтмайером, Петер Альтмайер, а с премьером Саксонией Михаэлем Кричмером, Мичель Кричмер, который ранее высказался за отмену санкций. Когда главы федеральных земель недовольны политикой Берлина на российском направлении, это укрепляет позиции Путина. Точно так же он выигрывает, когда страны-члены АЭС спорят между собой о том, как им вести себя по отношению к России. Чем больше между ними будет разногласий, тем лучше для него. Зёдер не хотел стать одним из таких голосов. За время своего пребывания в Москве, продлившегося без малого 24 часа, он поднял много актуальных вопросов, встретился с российскими правозащитниками из общества «Мемориал», наблюдателями от ассоциации «Голос», посетил Сахаровский центр и встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. При этом было подписано символическое соглашение. Так, российские студенты будут получать особые стипендии и учиться в Баварии. Кроме того, Зёдер заинтересован в активизации школьных обменов. В частности, запланировано проведение экономических дней Баварии в Москве и экономических дней России в Баварии, если получится, то уже в этом году. В то же время Зёдер стремился показать принимающей стороне, что в двусторонних отношениях возможен экономический прогресс в случае политических изменений. В рамках таких визитов экономические интересы всегда играют важную роль. Но дело ещё и в том, что в Германии в будущем году состоятся выборы. И Кремль наверняка уже готовится к изменениям, в том числе и в Берлине. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.